Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июня. И вот только что я снимала видео по перцам, говорила, что если после высадки листики нижние перцы желтеют, даже может сбросить лист, может сбросить цветы и завязи. Это, естественно, он перец капризный, делает так очень часто. Это стресс после высадки, смена условий содержания. То есть температура другая, почва другая, ему что-то не нравится, сейчас он приживется, все будет нормально. Следующая тема, вот высадили мы перцы, я высадила позавчера. Что сделать с ними нужно в первую очередь? Потому что тот, кто перец только начал выращивать, ну и не очень хорошо знаком, у людей возникает естественное желание как-то помочь перцу, подкормить опять же, какие-то подкормки сделать, что-то в него подлить. Но вот я, исходя из своего опыта, ну, конечно, мое мнение, это тоже незаконно, вы можете сделать по-своему, но и специалисты рекомендуют, и я тоже делаю всегда так, дайте, пожалуйста, перцу на период адаптации хотя бы неделю-полторы. Так же, как томаты, мы не подкармливаем первые 7-10 дней, это точно. Даем им, растениям, возможность прижиться, адаптироваться в новой среде, чтобы корневая система, ну, как сказать, она же сейчас, я вот высадила из стаканчиков, из лотков, она отдельно от грунта, вот сегодня, вчера, они стоят, перцы отдельно, грунт отдельно. Нужно, чтобы была такая хорошая сцепка с грунтом, чтобы корневая система снова начала функционировать, весь этот стресс переживет, тогда мы уже будем думать о подкормках. И тут точно так же, как с томатами, вы заходите и анализируете, какие удобрения нужны вашим растениям. Если перцы хилые, если перцы желтые, а, ну, о чем сначала, мы все знаем, что нужен нам азот, фосфор и калий. Что добавлять из этих, в каком сочетании мы определяем по внешнему виду. Если, например, перчики желтенькие такие, ну, как вот называется, дохлички, тогда, конечно, можно сделать и подкормку азотом. Лучше всего, конечно, комплексное удобрение, чтобы был азот фосфор и калий. Можно сделать и натуральные вот эти вот делают, и травяные бражечки, и все. Если растения у вас хорошие, прихорошие, вот прямо они будут через неделю возьмутся в рост, будут такие зелененькие, кустистые, то, возможно, можно просто сделать, я вот в прошлом году показывала, я первую подкормку делала, зол, зола, ну, не помню, золу с чем-то. И когда вот растения очень хорошо выглядят, то достаточно фосфора и калия добавить для дальнейшего, ну, для развития корневой системы, там, вот, при формировании плодов, это все пригодится. А вообще, вы просто должны наблюдать за растением, и если у вас с ними все хорошо, вот они неделю приживутся, вы увидите, что они не желтеют, они уже пошли в рост, что они пошли в рост, будет видно, что образовались новые зеленые листики, свеженькие на макушечках, тогда можно через неделю просто сделать поддерживающую подкормку, то есть опрыскивание вот этим же комплексом микроэлементов, которые мы делали с томатами. Если вы сомневаетесь, не можете определить, что им надо, ну, вроде вот сидят перцы, хорошие, зеленые, вроде бы никакого недостатка не видно, ну, в каких-то, светет вот, новые листики образуются, тогда просто сделайте опрыскивание комплексом микроэлементов. Вот мне вот этот ряд, который уже цветет и уже с плодами, вот сейчас, через несколько дней, можно сделать и борное опрыскивание, потому что все-таки пересадка вот в таком состоянии, когда цветы, плоды обильно, когда весь куст увешан вот, ну, когда он уже вошел в фазу плодообразования, и в это время совпала еще и пересадка его, конечно, ему сложно, и существует все-таки угроза сбрасывания вот этих плодов и вот этих цветов, и тогда очень важно, чтобы хотя бы цветы, которые остались, они опылились вот здесь на новом месте, и, возможно, я даже буду делать через неделю борное опрыскивание, но первые дни после высадки я не буду делать ничего, я даю им возможность прижиться, адаптироваться, они здесь сейчас должны прям на глазах позеленеть, потому что у меня грунт заправлен перегноем, у меня все здесь заправлено, а, я забыла сказать, еще первая подкормка зависит от того, как вы заправили лунку, вот когда я высаживала, я же говорила, я заправляю сразу, чтобы на первый месяц освободить себя вот от этих, от корневых подкормок, чтобы не добавлять потом ни фосфор, ни калий, я вот буду делать опрыскивание, потому что это легче, это проще, это более эффективно, кто с перцем не очень знаком, должны знать, что они теплолюбивые, они так же, как и у курцы, температуру ниже 15 градусов они могут воспринять негативно, могут сбросить лист, могут пожелтеть листья нижние, могут сбросить цветы и завязи, поэтому если у вас прохладно ночью, то нужно еще закрывать теплицу, это не томаты, которым 10 градусов подойдет, им 10 градусов не подходит, потом, вообще нельзя применять, я уже говорила, тут свежий навоз, вот эти вот все настои коровика, потому что он так же, как томаты, может уйти в зеленую массу в ущерб плодоношению, любит влагу и тепло, если у вас теплая температура, достаточно его хорошо поливать, он будет очень благодарен, будет расти, если я томаты говорила, что по верхушкам, по листу томаты не любят полив, то перцы это обожают, они любят так же, как огурцы, чтобы их можно сверху из леечки намочить, можно даже опрыскивание сделать, когда будет очень жарко, от жары, от пересыхания грунта, могут опять же сбросить лист, сбросить завязь, видите они какие капризные, чуть что-то им не понравится, они начинают сбрасывать с себя, вот лишний раз не польете, забудете полить, пересохнет грунт, влаги будет мало, они сбросят лист, ну там некоторые сбрасывают нижние, у некоторых пишут иногда вообще голые стволы стоят, сбрасывает перец лист, вот чего он не любит, вот не любит пересыхание грунта, я уже сказала, потом не любит перепада температур, когда вот ночью очень холодно, днем очень жарко, это тоже может быть причиной и пожелтения листьев, и сбрасывания листьев, и про полив, если говорить, то доцветения вот такие вот, как у меня, у меня видите получилось, разных сроков, вот эти молодые, можно поливать раз в неделю, они пьют еще мало, вот этот ряд у меня, который вошел уже в фазу плодоношения, цветения, то эти желательно поливать два раза в неделю, потому что им нужно повышенное количество влаги, для того, чтобы плоды наливались, для того, чтобы растение вот не испытывало недостаток в воде, и еще хочу заметить, что у меня вот два года был печальный опыт, лучше не высаживать в одну теплицу, или рядом сладкий и горький перец, может быть переопыление, может испортиться урожай, ну и все, и если вы, например, вам не важно созревание вот этих, зрелость семян, то эти вот рекомендуют специалисты, чтобы повысить урожайность, и как сказать, чтобы облегчить вот этому жизнь с растению, если у вас уже плоды налились, и начинают приобретать, такую характерную окраску, например, краснеют, лучше всего их снимать, не дожидаясь вот такой биологической спелости, этим вы поможете растению, и ускорите образование следующих, наливание следующих плодов, когда все вот эти спелые плоды, мы оставляем на одном растении, ему очень тяжело, и тогда количество плодов обычно уменьшается, но это так же, как с томатами, вот говорят, что томат вот бурый, начинает такой, как, ну наполовину поспеет, его уже можно снимать, ему материнский куст в принципе не нужен, ему лишняя влага не нужна, можно положить на подоконник, он там наберет сахаристость, все, с перцем то же самое, его можно снять, он может дозариться дома, дозреть, ну или можно кушать до полубиологической спелости, но убирая вот такие вот лишние плоды первые, вы помогаете растению, и ускоряете вот этот процесс, ну как вы понимаете, на хлебника убрали, он тогда следующих будет наливать, будут следующие плоды завязываться, наливаться, вот это все о перцах, самое главное, что я хотела донести, после высадки, не торопитесь ничем подкармливать, дайте ему, растению адаптироваться, дайте привыкнуть к новой температуре, к новому грунту, к новой среде, и если у вас вот такие разномастные посадки, эти поливать чуть поменьше, те, которым требуется больше воды, поливать чуть побольше, через неделю, дней через 10, можно опрыскивать микроэлементами, и опрыскивать, например, делать борное опрыскивание, вот в таком случае, если как у меня, грунт заправлен, если лунки не заправлены, тогда нужно подкармливать, исходя из внешнего вида, или комплексом, азот фосфор калий, или просто фосфорно-калийным, если у вас грунт плодородный, все, до свидания, это было коротко так, несколько слов о перцах, для тех, кто высадил перец, но не знает, что с ним делать, пока ничего.